Музыка 8 декабря 2007 года. Горнолыжный комплекс Новопеределкино на окраине Москвы впервые в истории отечественного спорта и светской жизни принимал у себя Кубок дипломатов по слалому. Полтора десятка команд, в составе которых были аккредитованы в Москве дипломаты и члены их семей, в течение нескольких часов соревновались за звание сильнейших и потрясающие призы. При этом дипломатичные в силу профессии люди были настроены на борьбу до победного конца. Для того, чтобы погодные условия и нулевая температура не помешали соревнованиям, организаторам пришлось как следует подготовиться. За два дня до открытия склоны Новопеределкинской трассы обстреливали из специальных снежных пушек, покрывшие 200-метровую гору плотным слоем снега. На церемонии открытия звучали неофициально теплые слова в адрес организаторов турнира, Федерации горно-лыжного спорта Москвы, спортклуба «Новая лига» и поддержавшего инициативу Министерства иностранных дел и официальное поднятие флага. Я, во-первых, доволен, что это мероприятие состоялось. Я знаю, что организаторы и спонсоры приложили очень много усилий. Было массу опасений, что это может не состояться, во-первых, потому что погода совершенно не лыжная. В Москве сейчас зеленая трава. Это просто чудо, что здесь есть снег и можно кататься. Во-вторых, это очень интересная инициатива собрать вместе дипломатов, представителей посольств, торговых представительств. Это первый такой опыт, и мы надеемся, что это станет доброй традицией. Сначала на трассу вышли самые юные участники – дети. Непосредственно с детских стартов на трассе возникло острейшее соперничество между североамериканской и астроскандинавской школами горно-лыжного спорта, даже на любительском уровне. Вслед за детьми на старт вышли жены дипломатов и сотрудницы диппредставительств. А выступления мужчин стали самыми многочисленными. Было заявлено более 60 человек. Подарки и призы соревнований были предоставлены такими статусными партнерами, как Ниссан на Таганке, Спортград, Элисе, Приоритетное страхование, Финфлеер и многими другими. А сами награды были изготовлены компанией Artstone. Фирма Artstone специализируется на изготовлении специальных наград, специальных медалей, которые по своей сути являются произведением искусства. Для наград и для медалей используются драгоценные камни, большей части нефрит, используются драгметаллы, золото, серебро. Но это не самое главное, что делает фирма. Самое главное, что фирма предлагает креатив, предлагает новое видение, предлагает новое видение на награды, предлагает новое видение на спорт. Люди, которые тратят много времени, сил и своего здоровья на спорт, на достижения, должны быть отмечены, должны понимать и знать, что они воюют, они борются, они соревнуются не только за деньги, но они должны знать, что их достижение будет отмечено. Каждый раз это должно быть что-то новое. Это каждый раз должно быть что-то новое и ценное, как память о соревнованиях, как память о победах. Кубок дипломатов – это убедительные аргументы и доказательства абсолютно нового отношения к спорту в России. Каждое мероприятие такого уровня сегодня решает сразу несколько задач. И достижение, собственно, спортивных результатов – лишь одна из целей. Организаторы демонстрируют совершенно новые, иные, современные подходы к стилю и атрибутские соревнования, не упуская ни одной детали. Нужно это нам не только для того, чтобы организовать досуг работников-дипломатов, но и для того, чтобы они поддержали идею выдвижения Москвы на проведение юношеских Олимпийских игр. В феврале будет решаться этот вопрос. Я думаю, что это мероприятие встанет в ряду тех, которые будут проходить и в Москве, и на международной арене для продвижения этой идеи. Мы понимаем, что сегодня важна не только чисто спортивная составляющая, но и эстетическая составляющая, и развлекательная. Поэтому сегодня на спортивных аренах можно увидеть и популярных артистов, и художников, деятелей культуры, представителей всех слоев общества. Я думаю, что это хорошо, что это необходимо для спорта. Первой в детском зачете стала 10-летняя американка Алекс Морена, вторым ее ровесник из Канады Себастьян Пиланцов, а третьим вновь американец Кент Латинг. Среди женщин сильнейшая была представительница Австрии. У мужчин победителем стал шведский дипломат, а кубок в командном зачете увезли в посольство Канады. По окончании мероприятия президент Федерации горно-лыжного спорта Москвы Дмитрий Свящев объявил о том, что отныне кубок дипломатов будет проводиться ежегодно, в канун рождественских и новогодних праздников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова